Другой пример очень яркий. Мы апеллируем на рациональность, которая лежит в основе традиционной экономической науки. Человек должен в первую очередь посмотреть на те условия, которые предлагает ему банк, микрофинансовая организация, процентную ставку. Мы все с вами мониторим эти процентные ставки ежедневно. И мы видим, что есть хороший тренд. У нас 73% россиян говорят, что да, я все-таки прежде чем обратить в ту или иную организацию, я сравниваю те условия, которые предлагают, и выбирают тот, который подходит для меня, максимально мне подходит. С другой стороны, у нас был ряд экспериментальных исследований с некоторыми крупными федеральными банками, когда мы как раз непосредственно отслеживали, как ведут себя потенциальные заемщики, обратившиеся в банк, обратившиеся, подавшие заявку. Мы отслеживали до самого конца, мы оценивали, какое количество людей все-таки в итоге оформят кредит, какие уйдут в другой, и все-таки нас интересовал фактор выбора. Что же способствовало? Мы видим, что преимуществом для более половины потребителей фактором выбора стал, например, более оперативный ответ стороны организации, а не те условия, которые он предложил. И зачастую потребители отказываются от более привлекательного предложения в пользу более скорого ответа. Вот здесь как раз поведенческая экономика, которую я сказала ранее, когда мы хотим снять с вами неопределенность. Но хотим снять неопределенность, она нас напрягает, и мы решаем головой и выбираем то, что нам быстро, понятно и близко. Некоторые слайды я пропущу. Другой аспект, феномен, который мы должны с вами учитывать. Мы страна большая, с очень большой такой, большая страна с региональной спецификой, очень ярко выраженной социально-культурными особенностями, и мы не можем их не учитывать. Я просто вот приведу вам пример, у нас много таких разрезов по разным поведенческим особенностям, в частности, вот платежное поведение. Если видно, здесь некоторые цитаты людей, которые участвовали в наших исследованиях, мы можем сказать про себя на примере. Вот есть северо-запад, там население, оно относительно такое, знаете, даже не консервативное, оно чем-то ригидное. Оно очень долго присматривается к чему-то новому, и не так быстро можно его сделать лояльным к чему-то новому, новому продукту или сервису. И мы, например, говорим о том, что если вы хотите выходить с каким-то новым решением, наверное, лучше не отсюда начинать, лучше выбрать другой регион или даже может быть Дальний Восток. Очень открытые, очень ориентированные на инновации, здесь очень высокий уровень проникновения, например, спрос на интернет-банк, это обусловлено азиатской моделью. Они близко к Азии, где платежная модель развивается по такой вот электронно-мобильному формату и так далее, и так далее. То есть здесь очень ярко выражена географическая и стально-культурная особенность, которую нужно учитывать. Далее, с чем мы сталкиваемся, это риски, конечно. Это волатильность потребительского поведения, которая очень сильно влияет на то, как... Ну, любой внешний фактор является определяющим, как ведет потребитель. Это было показатель в прошлом году, в конце прошлого года, когда вы видели такой потребительский невроз. И вот уровень доверия, такой показатель, который у нас, видите, что он очень волатильный. Извините, тороплюсь. Да, он очень волатильный. И уровень доверия в банковской системе остается достаточно высокий, но очень волатильный. Если, например, у нас было там отрывы лицензии, какие-то инновации страны с управлением банка, это максимально быстро приводит к реакции. Здесь сейчас тоже экспериментальная методика, ее надо будет очень долго, наверное, объяснять. На нее просто не очень хватит времени. Но в целом я хотела в конце, наверное, просто привести пример, как в международной практике вот эти поведенческие особенности интегрируются в продуктовое решение. Например, такой интересный ресурс, как сервис, как Shaking Safe. Это дубайский, извините, дубайский банк, который так стимулирует сберегательное поведение, когда потребитель встряхивает свой телефон, может немножко денюжек, даже с того, как он сильно стихнет, перенести на свой сберегательный счет. Потом, например, такой сервис, как PiggyModjo, он стимулирует таким... Он при отказе от импульсивных покупок вам тоже капают денежки на счет. Нас постоянно ругают, что мы импульсивно тратим на что-то деньги, а не наоборот поощряют. С другой стороны, американская практика очень хорошая, когда мы стали переделывать потребителя, просто подстроились на него и сделали виртуальную чековую книжку. Очень хороший пример Альфа-банка, наверное, это Activity от Альфа-банка. Я не знаю, насколько эффективен этот сервис, но тоже очень интересный пример, как как раз интегрировали жизнь и финансы, когда это стало намного интереснее. И, конечно, нельзя не сказать, что эти технологии уже применяются на государственном уровне, в Великобритании, в Америке, когда политическая экономика уже подталкивает, с использованием политической экономики людей подталкивают, скажем так, к социально ориентированному поведению, важному для него лично и для общества. Например, если всем жителям района присылать письма и рассказывать им, что их соседи платят налоги вовремя, то сбор налогов повышается серьезно. Кто не найдут этих соседей? Ну, то ли лучше не указывать, кто конкрет. Или, например, когда человек сдает экзамены на получение прав водительских, ему также еще предлагают встать, вступить в программу тонера. И, например, вот это, да, отклик он намного выше. Да, и, конечно, если в этих серьезных лесах и социально ориентированных Южной Америки серьезные программы, через СМС, информирование, мобильный канал, когда людям напоминают, пишут разные такие вот СМС-сообщения интересные, которые напоминают, что не надо, да, например, нельзя просрочить свой долг, да, если это там закредитованный потребитель или малый имущий, наоборот, какие-то им он там направляет интересные такие сообщения. Вот, то есть хочется еще рассказать, что действительно потребителям намного сложнее, чем нам кажется, и я сейчас попрошу включить видеоролик по итогам наших исследований, где потребители рассуждают о том, что такое вообще банк, что их пугает, что нет, как они выбирают. Открывается? Нет, да. Правда, звука нет. Мы также готовили этот ролик еще для иностранной аудитории, поэтому здесь есть перевод с субтитрами, и, конечно, можно ему прочитать, но наши иностранные коллеги, конечно, были немного так... Было им очень интересно, они все были в шоке. Нету звука нет? Нет, нет. Маркетинг, коллеги, мы должны воображение развивать. Типичные проблемы маркетинга на мероприятии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...